Здравствуйте! Здравствуйте, Александр Иванович. Спасибо, что пришли. Вас, наверное, интересует, в какую камеру будете работать? Это вот эта. Мы можем начинать. Итак, сегодня мы будем говорить о просвещенном абсолютизме или об эпохе просвещенного абсолютизма, которая в первую очередь связана с именем императрицы Екатерины Великой, которая правила Россией 34 года и которая оставила очень важный, серьезный след в русской истории. Это эпоха, когда произошли очень важные явления, очень важные события, которые надолго оставили след в русской истории и последствия которых мы подчас можем ощущать вплоть до сегодняшнего дня. Просвещенный абсолютизм – это термин, которым принято обозначать политику, проводившуюся правителями ряда европейских государств в середине во второй половине 18-го столетия. Наиболее яркими представителями просвещенного абсолютизма принято считать прусского короля Фридриха II, австрийского императора Иосифа II, его брата тосканского герцога Леопольда II и российскую императрицу Екатерину II. Екатерина Великая пришла к власти в июне 1762 года и ее отличало то, что пришла она с ясным пониманием того, как она собирается править и что она собирается сделать. И эта политическая программа была действительно основана на идеях просвещения, идеях, с которыми Екатерина знакомилась, читая труды, прежде всего французских просветителей, французских философов, Вольтера, Монтеския, Дидро, еще до вступления на престол. Идеи эти были связаны с тем, что монарх, просвещенный монарх, должен прежде всего дать своим подданным систему законов, в составе которых находились бы так называемые фундаментальные законы, то есть законы, которые давались навсегда, на вечные времена, и не подлежали отмене. В наше время мы называем такие законы конституции страны. Эти законы должны были быть одинаково обязательными к исполнению и всеми подданными, и самим монархом. И вот в этом было принципиальное отличие от тех представлений, которые господствовали в предшествующую эпоху, в эпоху Средневековья, когда считалось, что монарх волен, так сказать, делать все, что угодно, и лишь подданные подчиняются закону, в то время как монарх подотчетен только Господу Богу. Надо сказать, что одной из характерных особенностей политики Екатерины в целом, я бы сказал, тактики в ее политике, заключалась в том, что она всегда очень тщательно готовила все преобразования, которые она проводила в жизни, и проводила их только тогда, когда была уверена в том, что общество готово их воспринять. Екатерина также очень четко усвоила, также подчеркнутую у Монте-Скея, идею о том, что новые законы, реформы, преобразования должны быть, как писал Монте-Скея, приспособлены к нравам и обычаям народа. Екатерине приходит в голову идея расширить, скажем так, социальную базу своих преобразований. Она как бы предоставляет возможность своим подданным самим выработать необходимые законы. Ей приходит в голову идея Созова уложенной комиссии, то есть комиссии, которая, собственно, выработает новое законодательство. А дело в том, что в это время, мы с вами говорим о 60-х годах XVIII века, в это время продолжало действовать соборное уложение царя Алексея Михайловича, принятое за сто с лишним лет до этого, в 1649 году. И она сама пишет наказ или своего рода инструкцию для депутатов. Значительная часть наказа была посвящена суду и судопроизводству. И в основе тех идей, которые Екатерина заложила в соответствующие главы наказа, лежало совсем незадолго до этого, впервые появившееся в печати, сочинение итальянского юриста Чезара Беккария о преступлениях и наказаниях. И надо сказать, что вот многие положения для России были практически революционными. В частности, впервые в 1767 году был сформулирован принцип презумпции невиновности. И вот в 1767 году уложенная комиссия собралась. В нее было избрано более 550 депутатов. Депутатов, представлявших дворянство, представлявших горожан, представлявших государственных крестьян, представлявших казачество, нерусские народы Российской империи и так далее. И комиссия будет заседать в течение полутора лет, будет дебатировать самые разные вопросы. Впервые в русской истории вот такого рода открытые дискуссии, открытые дебаты по самым насущным вопросам российской жизни становятся возможны. И более того, отчеты об этих дискуссиях постоянно публикуются в газетах. Но довольно скоро эти дискуссии показали, во-первых, что существуют очень острые противоречия между различными социальными группами русского общества, а во-вторых, что сами депутаты по большей части не готовы к той деятельности, которую им Екатерина предназначила. И в результате, по сути дела, ни один закон депутатам так и не удалось принять. Но в конце 1768 года, в связи с началом русско-турецкой войны, Екатерина Вторая уложенную комиссию распустила. Но это было вовсе не бесполезное мероприятие, вовсе не бесполезное событие. Сама Екатерина впоследствии написала, «Комиссия уложения, быв собрании, показала нам свет и знания, с кем дело имеем и о ком пещися должна». То есть самой императрице она дала очень важную, очень полезную и разнообразную информацию о стране, о ее населении, о его нуждах, о проблемах, которые существуют в самых разных регионах России. В 1775 году наступает второй этап реформаторской деятельности Екатерины. Она вводит, по сути дела, принцип свободы предпринимательства. «Всем и каждому дозволяется», было написано в манифесте, «Всем и каждому дозволяется» заводить торговые, промышленные предприятия, собственное дело, не получая при этом какого-либо специального разрешения от какого-либо государственного учреждения. Екатерина реформирует купеческие гильдии, устанавливая определенный имущественный ценз для вступления в эти гильдии, при этом предоставляя членам этих гильдий определенные привилегии, важнейшей из которых являлось освобождение от уплаты подушной подати. И подушная подать для гильдийского купечества заменялась налогом с капитала. По нашим с вами современным сегодня представлениям, это была смехотворная сумма. Если купец говорил, что я владею капиталом в 500 рублей, то, соответственно, он в год должен был заплатить 5 рублей. Понятно, что эти меры были направлены на то, чтобы стимулировать развитие экономики, развитие торговли, развитие промышленного предпринимательства. В ноябре 1875 года на свет появляется учреждение для управления губерниями Всероссийской империи. Законодательный акт полностью написанный самой императрицей Екатерины II. С этим законодательным актом обычно связывают губернскую реформу. Действительно, он предполагал введение нового административно-терриального деления в Российской империи. В России появляется в несколько раз больше, собственно, губерний, а, соответственно, и губернских городов. Согласно учреждениям о губерниях, на местах создавались новые учреждения, принципиально новые. В частности, так называемый приказ общественного презрения. Это было государственное учреждение, ведомство, которому должны были подчиняться все больницы, школы, дома для сирот, дома для умалишенных и так далее. То есть, иначе говоря, это было учреждение, которое должно было ведать социальной сферой. Это было чрезвычайно важно, потому что таким образом государство фактически впервые говорило о том, что забота о здравоохранении, забота об образовании – это его государство обязанность. Кроме этого, учреждение о губерниях предполагало, что многие должности, которые новые должности в новых учреждениях, будут замещены лицами, которые будут выбраны из местного населения. В сельской местности это могли быть представители дворянства, местные помещики, в городах – это были горожане. Учреждение о губерниях значительно расширило возможности этого местного самоуправления. Вот к концу XVIII века мы наблюдаем действительно, что эти органы самоуправления постепенно, постепенно начинают осознавать свои возможности. Горожане начинают на собственные деньги открывать школы, библиотеки, иногда даже театры и так далее. То есть историки очень, так сказать, осторожно говорят о том, что в этом смысле реформа способствовала зарождению в России зачатков гражданского общества. Учреждение о губерниях предполагало также и осуществление судебной реформы. Впервые в России создается система судебных органов, отделенных от административной власти. Таким образом делается шаг к разделению властей. И, наконец, еще одна важная особенность этой реформы была связана с перераспределением власти между центром и регионами, между центром и периферией. Это был в некотором смысле ответ Екатерины на Пугачевское восстание. Это было перераспределение власти именно в пользу регионов. Будут ликвидированы многие центральные учреждения, центральные ведомства, те коллегии, которые были созданы в свое время Петром Первым. И останутся только военная коллегия, адмиралтейство коллегия, коллегия иностранных дел, центральное финансовое ведомство, другие и юстиц коллегия, как высшая судебная инстанция. Идея императрицы была достаточно проста. Она считала, что если ее подданные будут иметь возможность сами на местах решать те проблемы, которые перед ними возникают, то у них не будет причин к бунту. Следующий шаг был сделан Екатериной спустя 10 лет, в 1785 году, в апреле, когда на свет появляются так называемые жалованные грамоты, две жалованные грамоты – дворянству и городам. Вот это были те законодательные акты, в которых были определены права, привилегии и обязанности двух важнейших сословий – дворянства и горожан. Сразу, естественно, может возникнуть вопрос – почему только два? Дело в том, что Екатерина подготовила и в черномовом виде существовал проект и третьей грамоты – грамоты, адресованной государственным крестьянам. Но она не сочла возможным ввести эту грамоту в действие, и это, в общем-то, легко объяснимо. Это было связано с тем, что Екатерина понимала введение грамоты и, соответственно, изменение социального статуса государственных крестьян, при том, что в России существует крепостное право, при том, что основная масса крестьянства – это крепостные, помещичьи. Крестьяне чрезвычайно опасно, потому что это может вызвать волнение среди крестьянства. И что если их просто вот взять и в одночасье освободить, то они просто все разбегутся, и тогда некому будет обрабатывать землю. Так или иначе, две жалованные грамоты 1785 года «Дворянству и городам» фактически создали два сословия. Вот с этого времени историки говорят о существовании в России полноценных сословий или, как их иногда еще называют, юридических сословий. Согласно идеям просветителей, монарх должен был заботиться, собственно, о просвещении, скажем так, с маленькой буквы, то есть об образовании. И важные шаги в этом направлении были сделаны уже в первые годы царствования Екатерины, когда был основан, во-первых, Смольный институт для благородных девиц, то есть первое в России учебное заведение для женщин. И при этом при Смольном институте существовал и институт для мещанских девиц, то есть для горожан. Там могли обучаться, так сказать, разные девушки, вышедшие из разных социальных слоев. И это преобразование было осуществлено по проекту, который был подготовлен Иваном Ивановичем Бецким, человеком, разделявшим взгляды Екатерины и ее представления. В Москве был создан воспитательный дом, дом для сирот. Этот дом содержался главным образом на пожертвования, что способствовало, собственно говоря, зарождению традиции русской благотворительности. И при этом сама Екатерина была, ну, как бы самой главной жертвовницей. Учреждение о губерниях 1775 года предполагало создание сеть школьных учреждений. Но по-настоящему школьная реформа началась с начала 80-х годов, когда в Россию по совету императора Иосифа II Екатерина пригласила сербского педагога известного Янковича Домирьева, которым, собственно говоря, был разработан план этой реформы. И вот начиная примерно с 1781 года в России создается сеть школьных учреждений. Сама Екатерина подавала своим подданным пример. Мы обязаны Екатерине II существованием Эрмитажа, крупнейшего художественного музея современной России, и в литературной творческой деятельности. В начале 70-х годов возникает журнал «Всякое-всячно». Формально этот журнал издавался статс-секретарем Григорием Козицким, но, по сути дела, издателем была сама императрица, которая пишет для этого журнала разного рода статьи. И, что самое интересное, этот журнал вступает в открытую полемику, полемику с журналом «Трутинь», который издавался Николаем Ивановичем Новиковым. Это, по сути дела, впервые в русской истории вот такой открытый спор монарха с подданным, и причем спор, в общем-то, на такую, я бы сказал, отвлеченную тему. Они спорят о том, какой должна быть сатира. Таким образом, вот разного рода деятельность Екатерины в разных сферах, она так или иначе соответствовала, так сказать, тем идеям, тем планам просвещенческим, с которыми она пришла к власти. Но при этом надо сделать одну очень важную оговорку. И, собственно, сама Екатерина сделала ее в разговоре с одним из самых знаменитых французских просветителей, с Денни Дидро в 1773 году, когда Дидро приехал в Париж, когда он по нескольку раз в неделю приходил к императрице и пытался, ну, как бы читать ей лекции о том, как надо управлять Россией. Екатерина отвечала, вашими прекрасными идеями, сказала она, хорошо наполнять книги, потому что бумага все терпит. Я же, несчастная императрица, имею дело с живыми людьми, у которых очень нежная кожа. В наше время историки все больше говорят о том, что Екатерина II была одним из наиболее талантливых и одним из наиболее успешных правителей в истории России. И, главное, она была одним из самых успешных правителей, как реформатор. Ее опыт реформаторской деятельности оказывается чрезвычайно важным и чрезвычайно полезным для нас сегодня в том числе, потому что мы живем в эпоху, когда преобразования, когда изменения, перемены происходят постоянно, по сути дела. Поэтому вот этот опыт, опыт Екатерины, он имеет огромную ценность.